Игнатий добрый. У вас ночь наверное уже да? Да нет еще. Понятно. Появились. Это Тимофей Тольятти. Мы с вами общались где-то месяца 4-5 назад примерно. Может помните, может не помните. Ну, слушаю вас. В общем, у меня первое, что я хотел поблагодарить вас хотел, ну то, что помогли перейти в церковь русскую православную. Это самое главное вообще, к чему я позвонил вам. Ну а дальше у меня вопросы как бы есть. Хорошо, говорите. У меня вот жена заболела. У нее на руке экзема. Знаете такую болезнь? Слышал. Ну, как бы думаем, как это лечить. Смотрим. Ну, обычно современное лечение, как правило, всякие гормональные препараты. Вот. Они не очень полезные случаются. А других способов, в принципе, не знаю. Да я не врач. Это об этом говорить не надо. Вы по делу что-нибудь спросите. А это я откуда знаю еще. Ну, я сейчас планирую провести благовестие в больнице в очень большой у нас городе. Вот. Как бы это можно было бы сделать? Какие у вас советы есть по поводу этого? Вы в каком городе живете? В Тольятти. В Тольятти. Ну, да вы проводите. То есть, как пойдет, так пойдет, да? Как пойдет. Вы должны определенную программу иметь. Молиться об этом надо. Это непростое дело. Это очень-очень непростое. Где, в каком месте. Что за контингент. С чем вы туда придете. Вот это надо, чтобы коснулось людей. Вот. Сейчас я на курсы стал ходить, а хизаторские у нас в городе начали проводить. У нас вообще правонославный институт построили сейчас. Третий в России вообще. И, в общем, священник сказал так, что священное предание стоит выше, чем священное писание. Нет, вообще... Вы на нашем канале говорили это, да? Да, да, да. Я писал, как раз. Это говорили вы вчера? Да, да, да. Ну, да. Ну, что он говорит? Ну, он говорит и за это ответит. Это все равно, что сказать, что человек выше Бога. Это равнозначно. Ну, я тоже как-то вообще удивился. Думал, как так вообще? Что-то вообще странно как-то. Ну, ладно. Он сказал и сказал. У вас вопрос в чем? Там хорошие места, а предание приведенное. Но оно, кто бы что ни сказал, требует разъяснения. Слово предание – это переданное, ненаписанное. Священное писание было когда-то преданием. Апостол Павел говорит, я учил вас три с половиной года, три... Учил день и ночь, а нигде еще неизвестно. А потом это сформировалось в послание. И послание, принятое в канон, оно стало священным писанием. Христос, когда проповедовал, ученики ничего не записывали. И оно из уст в уста передавалось, как предание. И когда апостол Павел говорит, держите предание, это говорится не о том, что напишет Иоанн Кронштадтский или кто-то, а то, что тогда передавалось устно, он им говорил в собрании. Тут путают сами понятия слова предание. И к нему теперь приписывают все. Я разговаривал с разными людьми и говорю, вы знаете предание? Конечно. Ну, скажите теперь, сколько книг в этом предании? Вот Библия. Дай-ка, Володя, тут Библии сегодня принесли новое издание. Вон она лежит черная. Вот. Вот передо мной книга. Это Библия сегодня принесли. Новое издание. Это новое издание Библии. Ну, а издано оно не православными. Почему? Потому что в ней 66 книг. А у православных 77. Ну, это я уже сейчас принесли, только вечером сегодня. Я посмотрел. Но самое ценное, то, что вот здесь написано на странице, что это синодальное, синодального издания. Я сразу начал проверять, нашел какую-то ошибку, но это то, что курсивом даются, дополнительные слова. Все сходится. Такие есть места, как Евангелие от Луки, там в посланиях. Если это издавали адвентисты седьмого дня, то я легко их обнаружил. Но это все точное. Вот это священное писание. 11 книг здесь нет. Оно начинается. Это Библия, это не Новый Завет. Хотя она такая тонкая. Вначале сотворил Бог небо и землю. Первая буква В. А последняя Аминь. Мягкий знак. Все. Ни одной буквы, ничего туда никто не добавит. Две тысячи лет. А предания, они туда все записывают и записывают. Все предания. У него ни конца, ни края нет. Что сравнивают? Предание одно принимает, другое отвергает. Проходит время. Собор прошел, его разбойничем называют. Стоглавый русский собор, один из самых авторитетных. Приходит Никон. У него не сходится ничего. Он сразу это отменять. Когда там было написано о крестном знамении, о всем. Сто глав. Вот так и называется. Сто глав было. Как у этих иеговистов. У них не сходится с Библией. Это у нас троица. Они везде, где написано три свидетельствуют на небе. Им надо написать два. И они издали новый всемирный перевод. Там ничего нет у перевода. Это совершенно новая книга, которая никакого отношения к Библии не имеет. Обман. Так у православных, когда тебе говорят, что предание высшее писание, они имеют в виду именно предание. Предание, которое написано после было, когда канон библейский был принят. Это безумие. По-другому никак не назовешь. Это у них ни в канонах не написано, нигде. Этого не говорили ни святые отцы, никто. Это пополис пьяну, говорится, брякнул или с дурью какой-то. Он сказал так. Вроде срена. Слово Божие, оно называется Библия, три названия имеют. Святая Библия, Священное Писание, Слово Божие, все. А что, это не Слово Божие? Нет, не Слово Божие. Это называется творение святых отцов. Творение. А они могут быть ошибочными. Могут быть, как Серафим Царовский говорил. Когда Дух Святой меня покидал, я тогда мог ошибаться. А в Библии есть такие ошибки? В Библии нет. Все Писание Бога Духновенно. Все. Все Бога Духновенно. Люди не поймают Бога Духновенно и Бога Вдохновенно. Даже не разбираются в этом. Как дом молитвы и молитвенный дом. Дом молитвы это храм, молитвенный дом это синагога. У людей никакого понятия об этом нет. Бога Духновенно, это означает, все, что написано, это Бог. Бог дал написать, движимый Духом Святым. А вдохновенно, что Бог вдохновил сказать. Сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Бог не вдохновлял его. Но что слова эти именно безумец сказал, это Бог вдохновенно написано. То есть это азы. Апостол Павел говорит, и не достает мне времени говорить о том, о том. Но придет время и об этом расскажет. О разных пришествиях Христа. Тут кто как может. Как можно говорить? У вас какая-то тема, если прийти, главное сказать. Сказать о Христе, о грехопадении в человеке, хотя бы кратко. Мне легко это говорить, потому что я прихожу с большими дарами. В каждой библиотеке дарю 38 своих книг. На 20 100 рублей. Конечно, как мне сказали о Ростове-на-Дону, для нас подарок книг. Да просто книгу подарят, это праздник. И вдруг я с такими книгами являюсь. Они там забегали. В соседних домах, говорят, всех готовы пригласить, посмотреть. Но это Бог так дал. Вы, значит, возьмите по масштабу поменьше. Но все равно надо рассказать. Возьмите наши хотя бы визитки или что-то. Расскажите, где можно эти книги прочитать, взять на нашем сайте. Просто зарядить Игнатий Лапкин с сайтом, по-русски, в Гугле или в Яндексе. И вот им будет библиотека. Если потребуется, там могут и завидеть. А у них-то есть. В Тольятти мы были. У них есть. Мы везде были. 440 городовых районных центров. Вы нынче наше путешествие знаете, какое было? Да, я. Интересно. Это мы для Бога делаем. И поэтому сегодня говорить, насколько успешно. Да мы жизнь прожили, не знаем, как сказать. Тем более один день. Ты делаешь, что Бог знает. А придет, дал тебе. А придет время, Бог все выявит во свете. С какой целью Бог смотрит. Что ты чувствовал. У Бога все это вымерено. И поэтому надо вести себя скромно, смиренно. Просить милости Божьей. Что бы ни сделал, это все Бог. Ты сам ничего не сделаешь. Когда я с вами разговаривал, вы сказали, благовестием займись. Ну и в общем, мы заказали Евангелие от Сибирской благозвонницы. Тысячу штук первые. И стали их раздавать. Первая раздача у нас произошла в храме. Казанская икона Божьей Матери в Тольятти, в центральном районе. Всего мы раздали 250 евангелий возле храма. Многие прихожане даже вообще удивились. Они даже не знают, что такое евангелие. Это первый вообще удивительный момент был. Второй момент то, что они думали, что эти евангелие вообще сектантские какие-то там. То есть подарок не принимали некоторые люди. Но большинство людей очень радовались вообще. И говорили, где же вы раньше были. Вот надо было в 80-х годах этим заниматься. На что надо было, мы могли только ответить, что нас не было. Вот и все. Как было, так было. А у вас по писанию какие-то вопросы есть? Ну уже нет, в принципе, уже. На нашем сайте там 4124 вопроса и ответа. Вы легко можете найти, посмотреть 55 папок позиций. Что вас интересует? По церкви, по спасению, о душе, о работе, о жене, о семье, о болезнях. Там все найдете. Но надо вести какой-то кружок, заниматься, чтобы был близкий круг людей. Так вот одному быть я вышел с кем-то. Должны быть люди единодушные. Всегда начинается желательно пригласить священника. Если не идет, это его выбор. Не идет, да не идет. Третий том у меня открытым окон. Там пособие по изучению Евангелия от Марка. Я считаю, это лучшее, что можно сегодня сделать. И трехтомник Нового Завета. Какие указания даются, места эти открывать, ничего не надо выдумывать. Так сказали святые отцы, так истолковали. Иначе легко свалиться в такую яму, откуда не выберешься. Вот у нас сейчас недавно был такой вопрос по поводу войны и христианства вообще. Может ли быть воином христианин? И мы стали искать вот с товарищем, ну, по толкованиям, например. А вообще, что говорили с твоей отцей? Ну, например, нам священник говорит, вот, ну, читает строку, например, из Библии. Ну, говорит, вот так вот, так вот. А мы говорим, давайте вот толкование прочитаем. И в толковании вообще противоположное. И мы не нашли вот до сих пор сколько, вот уже который месяц ищем, оправдание вообще христианскому воинству. Вообще нет такого. Просто нету, отсутствует. Вот у меня на сайт, когда зайти, если, то там открытая книга, написано «К истинному православию». Я 40 лет собирал материалы людей. И там есть, сразу же оглавление идет. В оглавлении написано «А я говорю вам, любите врагов ваших». Вот, вам богаче материала по вот этому делу не найти. Просто не найти. Это я собирал по крохам, по крупицам. Что говорит об этом Библия, что говорят канону, что в житиях находим, что говорят святые отцы. Вот по четырем позициям я их и рассматриваю. В военный он сразу уволился, как Корнилий. Потому что люди, не знающие жития святых, они просто думают, что они знают, они не знают. А как же Корнилий был сотник, Лонгин был сотник. Был сотник, но он ушел, он не стал сотником. А потом служил Георгий Победоносец. Да, служили, потому что не знали истины. Служили у язычника, у диоклетиана, у гонителя христиан. Ну, нормально это. Вел захватнические войны. И он убивал, нападая на болгаров. И дальше. Все нормально. И за это прославляется. Прославляется они за это, за то, что принял мученическую кончину и не отрекся. Ну, все перепутано. Сергий Радонежский толкутил. Я говорю, скажите, Сергий Радонежский, а почему он у Рериха считается воплощением Рериха? Почему этого не говорят о Серафиме Саровске? Ведь ни на один вопрос не могут ответить. Ни на один. А вот Александр Невский. Я второй вопрос задаю. Почему орден Александра Невского, пятиконечной звезду, почему туда влепили советские? Это орден такой Александра Невского. Военачальником. Почему? Почему Александр Невский и Сергий Радонежский попали? Они завойнули? Не за то, что ли, одобряли убиение людей? У нас нет врагов. Господь говорит, а я. А я. Слово а я означает поворот в другую сторону. Если было бы сказано, пошел, ты уже иди вот этим путем на запад, и пока солнца рукой не коснешься. А Господь говорит, а я говорю вам, поверните на восток. Так и здесь. Сказано было не прелюбодействие, а я говорю вам, кто посмотрит. Теперь написано, ненавидьте там, а я говорю вам, любите врагов ваших. А я, это абсолютно противоположен. Это даже не берут никто, никогда, ни священники, никто. Ну, обман. Сплошной обман, сплошная ложь. Разве можно этим играть? Вот Смирнов Дмитрий, он очень известный, по селуэм структуру, ему патриарх и Кирилл это. Он все танки, все, попы его благословляют, убийства, Чечня там, я не знаю, куда только не толкают. Молодежь гибнет, толпами идут. А ему нужды нет. Он сидит, вот такой разбрюхатился там на два сидения. Иди воюй, сам поп тебе надо. Косички вот эти широкие рукава там маленько подберут там. Мусульмане-то поняли. Главный приказ, в первую очередь, отстреливать попов. Они мгновенно наделись в камуфляжную форму, волосы остригли и все. Господь послал нас не убивать, а спасать. А вот кто душу положит за други свои, это больше любовь. Я говорю, да, душу положит. А ты душу вынимаешь из людей. Ты убиваешь их, ты душу вытряхиваешь. Ну обман, сплошной обман. Как так? Ну это как вот власть. Ты должен идти воевать. Вот Гитлер захватил власть, значит он иеговист, и свидетели иеговы. Это единственные люди, которые не брали оружие. И не шли в помощь. И не приветствовали Хайль Гитлера. Их три пункта, которые они не выполняли. И он их всех подряд. Это первые, на кого Гитлер поднял власть. И когда сейчас считают, сколько евреев погибло, сколько цыган, почти 90%. А их меньше всего погибло. Да, погибли. Там 250 человек. Но не 250 тысяч. А они в советское время. Все по три года отсидят и опять все дома. Никого в Чечне не убили. У них врагов нет. Так они еретики. Вот то-то и нам за это придется отвечать. Если они еретики, даже их еретиками нельзя назвать. Они вообще к христианству не относятся. И несмотря на это, они так поступают. То какой спрос нас-то? Кому много дано, много спросится. Что тут лукавить-то? Мы наоборот должны сказать. Вот пример показывают. Пример мужества настоящего. А если мы в истинной вере, нам-то и на роду написано это показать. А я не буду воевать, другой не будет. А кто будет защищать? Да зачем защищать-то? С чего защищать-то? Почему Христос не освобождал, не пришел, не освобождал Израиль-то из-под римского гнета? Ни Богородицу, никого так в раб себе оставил. Побыл и ушел. Пилат остался там, никого не свергал. Какие примеры-то давать-то? И он говорит, царство мое не от мира сего. Если бы я от мира сего, то за него, говорят, восстали бы другие. И это в пример не берут. Соединились с мирской властью при Константине. И это иго несут по сегодняшний день. Ну, писания не знают. Веры никакой нету. Что жизнь такая временная. И вот хорохорится. Ужасно. На обучении нам договорили то, что православных 87% у нас. Ну, в городе вообще. Я сейчас устроился на работу. Тоже, кстати. Ну, я считаю, что помогло то, что я в церковь снова стал ходить. И, в общем, там нет вообще ни одного христианина. Вообще ни одного. Работает примерно 100 человек. Зато есть мусульмане. Они говорят, да, мы мусульмане. Мы постоянно ходим в мечеть. Они более такие богобоязненные, наверное. Но христиана вообще нет. Мне ни один человек не сказал, что он христианин и православный. Некоторые носят крестик. Говорят, а что ты крестик носишь? А это у меня амулет. Я говорю, понятно. А другом говорит, ты в церковь ходишь? Да, я хожу, чтобы я богаче был. Ну, то есть все. Вот на этом все и заканчивается у них. Ну, правильно говорит этот, тоже Смирнов. То у него есть такие вещи, говорит, правильно говорит. Посмотрите, вот, вот мечеть. Полторы тысячи. Одни мужчины. Где у нас, в каком храме за тысячу лет было, чтобы одни мужчины пришли? И при том пять раз в день. Да убей, расстреляй, никого нету. Какие семь процентов-то? То есть сто мужиков не соберешь. Сто. Восемьдесят семь. А то действительно, чуть не по девяносто процентов в стране у нас христиане. Ну, они такой пастой управляют. Отбросы общества. Блевотина от реакторов. Спасибо вам. Еще раз. Слава Христу. Сейчас больше нет вопросов никаких? Да нет, я уже, что захотел, я уже получил вопрос. Все остальное, начинайте трудиться. Зря время не тратьте, не заходите. Вот поэтому заходите, где-то какое-то скажете. Самое главное для меня это в Mail.ru. Я там общаюсь. Это в Mail.ru. Есть. Начинайте. Я каждому советую. Один из определителей твоего духовного состояния, сон, во сколько ты встаешь. Да, по-разному. Вот у нас в 4.40 мы встаем всегда. В 4.40 всегда. Воскресенье, это отпуск, в дороге. Разницы нет. Почему? Это интимная встреча с Господом. Молитва. Интимная сегодня понимает что-то блудное. А интим это означает тайное, близкое, любезное. Это мой Господь. Ну, а дальше она жизнь должна быть в Боге. В Боге по Священному Писанию, по Святой Библии. Все время считай и находи для себя то, что полезно. Там полезно все. Ну, если ничего нет, ладно, тогда вопросов нет. Да. Ко мне приходят по вопросам, ну, тут что ответить. Давайте трудитесь. Там напишите, когда что будет. С Богом. Спасибо. До свидания. До свидания. Слава Богу, он говорит. Смотри, давай-ка его увеличить. Он не увеличится здесь. Нет, наверное, не увеличится. А вон плюсики написано было. А? Плюсик вот наведите сейчас на эту. Не понял. На карточку еще раз наведите. Нет, 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 сюда. Вон плюсик вон. Вот это? Да, наткни. А. Еще раз. А, она не увеличивается. Нету больше? Нету больше, да. Ну, Тимофеон говорит, помнишь, а я, не знаю, может, действительно разговаривали весной, еще такого-то не было. У меня Тимофеев почему-то сразу появилось несколько. Да благословит его Господь. Да, слава Христу. Видишь? Один.